Это фотография, она же обвинение с вашего сайта Тимирезовской Академии. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять видов веток вы предлагаете уничтожить, не зная, что каждая ветка имеет, ну забыли как там, имеет лист, этот лист солнечной батареи, он работает на всё дерево, этот лист даёт глюкозу. Если вы отрезали ветку, дерево бросает все занятия, начинает её восстанавливать. Но там рано, тогда она в других местах восстанавливает, и опять загущает так положено. Она, дерево вот это, зависит от почвы, от почвенного состава, от грибов. Это я вам элементарно говорю, но такое впечатление, что вы об этом не тот, кто нарисовал, и вас, значит, это с вашего, Тимирезовский рисунок. Заглядите к себе, вы видите. Я же перефотографировал. А там под почвой живут муравьи, там живут грибы, там живут черви, там живут бактерии. Они снабжают дерево, дерево снабжают их, они снабжают дерево. Каждый листочек, который вы уничтожили, научили уничтожать людей, соответственно, вот настолько, а это не шутки, меньше солнца примет, а плюс и рано, а это всё-таки Москва. Или даже если не брать Сибирь, у нас не существует, вы знаете, вот. Раз, кроме Крудимова, никто не приезжал. У нас не существует. А у вас, получается, те же морозы. Уничтожить солнечные батареи, каждый лист, ведь отрезая ветки, они же голые. Я помню, я говорил, вот с плодами весят ломятся, причём все ветки, все доедены. Отрежьте лишнее. Нет, дождёмся зимы, и тогда будем резать, не понимая, что на них листья выросли. Вот это мой эмоциональный ответ. Смотрите. Сейчас у меня осталось несколько минут по-быстрому. Вы видите эту рану? Вы видите, как сюда проникает вначале мороз, потом омертвление, потом грибы. Вот. Вы видите вот этот способ, чтобы хотя бы отучить резать деревья? Есть север России. Вот. Сливы, вишни, даже черешни. И яблони, само собой, можно растить не полностью под снегом, но хотя бы нижнюю часть под снегом. Вот тут пройдёт росток, а вот это закрепится в таком этом. Вот. Гниют они долго, десятки лет. То есть вы можете получать урожаи. Это компромисс между вами, Наталья с Ольгой, и компромисс между мной, когда я говорю, доставьте его в покое. Вот. Центральную ветку отрезал. Смотрите. Хреновенький саженец. Ну мой. Это мой сын Артём. Вот. Ну мой. Как его спасти? Вот такая обрезка. Сколько я отрезал? Три четверти? Да? Если считать по листьям. Вот только так. А вот так посадили, и хрен вы что получите. Дерево начинает болеть с этой минуты. А здесь раскидистое дерево гарантированно. Вот. Помните, в прошлом вебинаре я про обрезку? Я не закончил. Я сказал, потом продолжим. Вишня. Это вишня, корневой отводок. Вот тех, помните? Это не семечки. Семечки мне до сих пор не удалось ни одной найти. Вот он такой есть. Внимание. Ловкость рук. Вот теперь он точно будет жить. Вот про это, пожалуйста. Если я вас убедил, если хоть чуть-чуть, вы там у себя, вот, туман, там столько людям голову заборочено. Ну, пожалуйста. Ну, скажите, что при пересадке надо обязательно отрезать, сатетя сейчас крона. Не ссылайтесь-то меня. Так, как будто утром проснулись. Вот. Груша. Казалось бы, ком земли, прекрасный ком. Согласны? Ну, взял и посадил. Сотни людей плакали у меня в саду и вали долг глотали. Когда я... Это продажная. Вот я продавал. Внимание. Вот теперь у них это... Я чем и прославился? Халтура нет. Вот она, халтура, если так посадить. Видите? Питомник. Режали беспощадно. Моя школа. Сергей резал. Это октябрь месяц. Последние листочки. Вот. Видите? Смотрите, вот так дело. Видите? Почему? Потому что осенью абрикосы, казалось бы, искалечены. Усмирь зимует. Вот так. А весной все живы. Вот. А сейчас я вам покажу Железова раннего. Этот, когда ко мне приехал. Уже знаменит был. Уже приехал ко мне главный редактор в Садов Сибири. Вот. Фотографию делал он или я, я уже не помню. Я на его глазах вот отсюда взял, провел. Трррр. А он сфотографировал. Как мне потом стыдно было за эту фотографию. Вы скажете, вот Железов признался. Да? Дураком был. Но зато умею это, признавать все ошибки. Вот то же самое. Смотрите. Какой красивый я сделал грушу. И штамп я ей сделал. И как она красиво сформирована Вот Ещё раз я дураком назову Прилипнет На всю жизнь Вот пожалуйста Уже холмы умел делать Вот это была такая глупость Ярус первый Ладно, надо было три всего оставлять А здесь их четыре Пять Какую ошибку сделал У меня рука не поднялась Ну штамп я сделал, идиот То есть новичок на всю Это для Моем саду упало Две прививки на одной Комментировать не надо Это для учебника У меня особая фотография Это красный хутор Помните на том временаре Ольгу показывал Она отсюда переехала Я ещё здесь сказал Попробуй возьми сектор, руки Я тебе сектор, тебе пальцы пообрезаю Потому что у них мания такая Резать, резать, резать Представить на хозяйство начитались Сотни деревьев полонесящих уничтожили Она нет Боялась меня Видели? А потом там на той была фотография Уже на новом участке Вот так вот А это яблоня Уже покойный наш уникальный человек Единственный садовод, наверное, в стране Который всё-таки от России От правительства получил Орден Дружбы Народов Нет, Орден Зарпочёта За развитие садоводства Один из основателей Ценогорского феномена И никогда себе чужую славу не присваивал Вот И я привёз к нему Этого самого Нашего богатырёва Нашего журналиста местного Вот Фотографировали Самая крупная яблоня у него была 650 грамм Представляет? Нет? Вот И И веточку у него взял Привил А он сам жалился Какое-то неправильно Вниз все растут И у меня К этому уже привыкло В моём саду И тоже вниз растёт А теперь вспоминаем Мы обязаны отрезать все ветки Которые растут вниз Ну Я специально Ну это крайний случай В большинстве всё-таки Это растёт вверх Ну что ж тем Я в какой-то момент думал Тебя почками вниз Нет Почки нормальные Вверх смотрели Ну Сейчас на этом мы остановимся Наше время истекло А впереди самые интересные Самые интересные Самые интересные Вот Ещё Ещё Антон Валерий Бабарик Знаете Умнейший вид Кандидат наук Правда Каким образом Она оказалась Ведущей садовой Это когда она пилова Каким Зимой же Они не цветут Да А летом Она зелёные ветки Отрезает Да Вот Отрезает Отрезает А потом она Через пару минут Заканчивается отрезать Идёт Деньги получать А вы обязаны Вот так вот Сотню 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 Отрезать Да А когда они цветут Она же не станет Резать Почему Внимание Это Мелма Все До единого цвета На концах Веток Ладно Я специально Не выбирал В сравнении с бобрами Я хотел рассказать Какие умные бобры И что Бобры Настоящие бобры Зверьки эти Да Они умнее Ну во многих Ну как Профессионально Они умнее нас Потому что Они дурью Нимаются Если они Обрезкой Занимаются То они строят Прекрасное Инженерное Сооружение Это те Безмозглые Зверьки А какие Мозги у нас Если вот это Все Положено Отрезать 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 Помните Я вам покажу А вот груша Опять все На концах веток Они же этого Не знают Им приказно Резать Да Вот На концах веток Им приказно Резать Они режут Вот на этом Я должен остановиться У меня еще Много Много Вот заметьте Я на три вопроса Ответил Да Пока На три Но как ответил В своей манере Я на своей территории Я старался не оскорблять Если издевался Только над самой академией Потому что Если я буду молчать Ох какая академия у нас Как жалко ее закрыть Такую как сейчас Она даром не нужна Нам бы эти деньги Мы бы такое бы вырастили Это просто я показываю Так уже без комментариев Одно покажу Вот смотри Нет два-два Ну не выдержу Вот Казалось бы Ну что особенного Подумаешь Черный рак Да Все Откуда он взялся Внимание Вот от этой раны Здесь прекратилось Сообщение Еще раз Не делайте ран А потом не валите Все на те самые Вот те чернота То что назвали Черный рак То есть Черные грибы Это все Это все дурь Вот Это Рана А потом все остальное Внимание Рана Заметили Где трещины Здесь прекращается Движение сока Видели И здесь прекращается Еще раз Еще раз Не делайте Раны Свежие фотографии Хотя хоть старые Внимание Здесь была ветка Росла себе Никому не мешала Когда ее отрезали Она попыталась Зарасти Но у нее ничего Не получилось Омертвление Видите Я попросил Павла Говорю Сделай мне Вот на этой схеме Вот эту Вот здесь Должна была Проходить Сок Точнее Ну надо было Чуть-чуть Не понял Вот смотрите Так он должен был идти Вот так И вот так Ветка своя Магистрали Ветки боковые Своя В сумме Все прекрасно Сейчас смотрите Началось Не просто Омертвление Вот эти трещины Появились Которых не должно быть Внимание Боковая ветка Отрезана По железу То есть Я не говорю Что я это резал Просто Эта фотография Как сказать Это я Я их ищу По всем садам Внимание Отрезана Как бы по железу То есть Дурью человек Не маялся Здесь огромную рану Не делал Было бы то же самое Дерево было бы мертво Чистенько вокруг Еще раз Сюда А это Сибирь Проникать Вот сюда Мороз Он уничтожил Камби Сейчас здесь Когда дерево Окончательно погибнет Вот так вот Распилить И вся картина Будет на лицо А вот это вот Я называю Вот это сухой пень Я его называю Пробкой от мороза Пусть не полностью Пусть бы она Ветка была живая Целая Но данный момент Это пробка От мороза То есть Вред От такой раны Последний с такой В десятки раз меньше Радости мало Но кора цела Вот Что получилось Вот А Наталья А не Спасибо Павел Павел Спасибо Я забыл У меня памяти нет Вот я попросил Теперь Это дерево Я обнаружил В одном из этих Краснохуторских садов Мне оно не понравилось Я сфотографировал Вот Но Уже тогда Этой стрелки не было Это свежая стрелка На днях сделана Уже тогда Я вам показывал А как Видите Вот так проводил Говорил Представьте себе Вот это рано Столько-то квадратных сантиметров А теперь представим себе Что мы вот тут отрезали Рана становится В 4-5 раз больше По площади Было Значит Из двух бед Выбираем вот эту Эту рану не делаем И в результате Смотрите Как сок шёл Так он дальше и пошёл То есть Это меньшее зло По сравнению С этой подлостью Фух Вот Я Ещё не закончил Все эти самые Но время вышло Мне стыдно Перед теми Кто планирует Свои часы По минутам Ещё немножко Может быть Ещё затрону Есть вот такие Капитальные Кардинальные снимки Которые Вопиют Которые говорят Что Нет Что это не чушь Девчонки Вернитесь Скажите Скажите Ребята Надо всё Переделывать Вот эту фотографию Я делал Вот это вот Сайта Срочно 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 Убрать Чёртовой матери Вот и не учить Больше Ну разве Можно учить Не растить деревья Убивать деревья Уже забыл Где эту фотографию Вот она Ну А вот эту Можно сказать Железу Говорит чушь Ну потом Вспомните Что практически У мужчин И много чего Ещё Вот И что бывает Когда отрезают Это самое Вот И вы тогда Поймёте Что Если бы мы с вами По настоящему Науку изучали Вот У нас было бы Меньше проблем Меньше трагедий Меньше самоубийств Меньше смертей Вот Двуполые победили Уничтожили Гермафродитов Просто уничтожили Почему Они более приспособлены Они результат эволюции А гермафродиты Ещё были Забавой Для Двуполых А потом Церковь Костры Ура Победили Двуполые Но как Победители Да Хотя жалко И тех Всё Вот теперь Горитик Константинович Так хорошо Рассказал И вроде бы Убедил Про Обрезку И тут взял И нарочно Сам всё испортил Вот Потому что Этого не может быть Никогда Хотя вопрос Как появился первый человек Едва одновременно Мужчина и женщина Объяснить вы не сможете Даже если вы напишите Что я не прав Всё Друзья Я до конца Так всё Не рассказал Но в таком Манере Я буду с вами Разговаривать Дальше Почему Вы только Не обижайтесь Вот Вы как бы Сказать Специалист Подобен Флюсу А потом Понимаете Жизнь Она гораздо Шире Вы не Ну как Сказать Просто Жизнь Шире Есть такие проблемы Мы ещё Не все Обсудили Но я затронул Хотя бы то Что завтра Станет Вынуждена Будет Наука Изучать 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 Так И я надеюсь Что и вы тоже Будете в этих рядах Закрыв глаза Вы останетесь На обочине Мы и так Наука В таком виде Как сейчас Тиммеряку Закрываем О Денежки Из-за этого Из-за вашей земли Вот Никому вы нахрен Не нужны Победить Можем В наглую А собраться Как говорится Как говорят Хлопцы Гоп до кучи В наглую Победить Мы только можем В наглую Объединиться Вот Тут Везде Доказывайте Вот пожалуйста Он что Ваш что ли Этот самый Директор Мятского института А Сейчас Вот тут Эх жалко Не Не В следующий раз Покажу Какую мне Справку дал Сам Ваулин Мне Справку дал Как сотрудник Я горжусь Этой справкой Все друзья Разговорился Значит мы Пятиминутный Переходим К вопросам Ответам Вот А так как Это 127 вебинар Будет 227 327 В эту тему Невозможно Никогда Законить Законить Думаешь Ну все Всех научил Бах А как Косточку Посадить А вот Книга Написано На 6-7 Сантиметров Твою мать Думаю Опять Начинается То же самое И не Отмахнешься А человек Не обязан Верить На том На книге Написано Кандидат Церковь Зеркозья Синкноу Представляете Как Как Не сложно Давайте Это Ну хотя бы Ольга Самое Интересное Что я До сих пор На тот Вебинар Не отзвука Не единого А ведь Это победа Значит слово Чувствам Не написано Ну переходим К нашим Чуть не сказал Этим Так 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 Вебинар Вот он